Достой, О Царю Небесный, Утешителю души истинный, И живет с детства, И вся исполняя сокровища благих, И в жизни подателю, Приди, селись со мной, И очисти мне от всяких скверных, И спаси, Блажа, души наши. Блажа, души наши. Слава, то, что нужно знать Твое Слово до конца, Чтобы можно было ответить людям, которые не познали Тебя Словом Твоим Святым, Как некогда отбил Ты нападки дьявола. Помоги многомилостиво, Господи, чтобы запечатлелось Он у нас в сердцах наших до конца дней. И к блаженной пристани пришли мы с богатым грузом. Тебе слава за все, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Стоп, 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 стоп. Лисонько воним. Стоп. Наступим. Ага. Все. Все, идите. Послание к колоссинам, колоссианам ли, святого апостола Павла, 2 глава, 23 стих. Это имеет только вид мудрости, в самовольном служении, смиренно-мудрении и изнурении тела, в некотором небрежении, о насыщении плоти. Толкование. Вид мудрости имеют, а не силу и истину. Ибо тот, кто этому учит, кажется благочестивым, скромным и презирающим тело. Создайте тишину, пожалуйста. Еще раз объявите, что какое-то место. Колоссианам, 2 глава, 23 стих. Черкайте только это, тихо. Ибо тот, кто этому учит, кажется благочестивым, скромным и презирающим тело ради воздержания от пищи. Однако Бог почил тело и дал яство, чтобы, питаясь ими, плоть могла существовать и добровольно господствовать над страстями. А они не в чести держат тело, а лишают его должного, отнимая у него власть и не позволяя ему действовать без принуждения. Ну, сразу хочу сказать, что здесь не о посте речь идет. Были такие лжеучителя, которые учили, я вот сейчас напомню на прошлом занятии, чему же они учили. То есть, земных постановлений, таких, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, 21 стих. И дальше, в 22 стихе говорит, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. То есть, были человеческие предания, наблюдения, по-нашему сказать, приметы. Люди часто верят в приметы, и это все земное. И апостол Павел их ум от земных учений, лжеучений возводит учением небесным. И объясняет, что все это, не вкушай, все это, душе не повредит вашей. Мне мама любит часто говорить, когда я, укоряю ее, когда она пост нарушает, там маслица, она всегда говорит, не грех вовнутрь, грех изнутри. Я говорю, да ну не опасти, речь-то здесь идет, все знает, как ответить, все. Еще раз говорю, здесь не опасти, были лжеучителя, которые изнуряли себя, тело свое, лишали его пищи. Но делали это не для того, чего надо наделать. И вот нам толкователь здесь толкует, что они не в чести держат тело, а лишают его должного, то есть пищи отнимая, у него власти, не позволяя ему действовать без принуждения. То есть, когда мы постимся, мы тело свое сваляем, лишаем ему пищи, и ему легче бороться со страстями. Есть блуд подчеревный, есть чревный, они связаны, то есть, когда чревного ты его укротишь, тогда и подчеревный сам уходит. Но здесь не об этом идет речь, то есть, толкователь нам говорит, что можно, и не лишая себя пищи, добровольно бороться со страстями, как я понял. Смотря с какими. Смотря с какими, понятно, но... Или куда-то, может, я не туда забрел, но вот, однако, я так понял. Не, ну ладно, понятно, что, что не он быстрее. А зачем Майнштейн и Ленинград окружил? Хотел окружить. Больше миллиона на кладбище отправил Пискарева там. Зачем? Зачем Иерусалим был окружен? Миллион сто тысяч отдали трупов. Выбрасывали из города, там по трупам можно было штурмовать город. Где-то все знают. Когда Пища не приближает к Богу, а все добавляют, и не отдаляет. Я говорю, я это нашел, написано. Притом говорят люди, у которых Библия в руках, баптисты. Я говорю, ты можешь показать, что показывать, что вы не знаете. Я не знаю. Вы не знаете? А откуда бы я знал? Написано, у нас 1 Коринфян, 8 глава, так. У меня что-то нет, тут опечатка какая-то. Это у тебя как брат Ваня, так. А у тебя сестра Таня. И нигде ничего нет. Да как же вы говорили-то? Так у нас и братья все так проповедуют. Я говорю, у нас так же проповедуют. Ты знаешь, когда коня обучают, дикого коня, что за того? Губалов привязывают, ему пить есть не дают. Шатало его. А потом начинают запрягать на нем. А как по-другому? Никак. Люди придумали как сегодня? Послушание в монастыре, дороже поста и молитвы. Везде по сегодняшний день так говорят. Я говорю, а у вас кто хозяин? Ну, настоятель. А выше? Ну, патриарх. Ну, а выше кто? Выше не знаете. Я говорю, Бог есть. Ну да. Я-то думал по-земному. И Христа, знаете, знаете, он говорит, что этот рот изгоняется постом и молитвой. Ну, если пост и молитва на кого-то, только одно оружие. Это тут огнемет, пулемет, все в этом, пост и молитва. То кто против этого будет? Ну, кто против кого? Он и говорит, дороже поста и молитву. Это от сатаны. Дороже поста и молитву. Он говорит, какое угодно оружие, только не это. Главное настоятель. А настоятель с рогами. Сам говорит, ангелок, а рога потолок. Вот что может быть. Затаус говорит, смотри, избирай пастыря, не избери волка. Пост и молитва. Другого нет. Вот пост и в пост может что-то. Блокада города. Дальше урезать паек. Не давать. Отравлять. Что угодно. Вот это. Пост. Есть. И молитва. Соединенно с постом. Когда ты смирился. Объявили пост. Пест еще не значит. Они не вещам спаслась. И объявили пост. Скотине не давали есть. Скотина орала там. Покрыли ее вретищем. Рваной дерюгой на скотину. Ни одному младенцу грудному не дают есть. Языческий царь. И при том уверенности, что поможет не было. А может быть Бог воззрит. А может быть еще и отвратит гнев. Да отвратит немножко. На 120 лет Бог отодвинул. Но кара была. И так не готовит и говорит. Да при том он не говорил. Если покаять его. Но Бог отнимет. Он не говорил этого. Он просто сказал. Еще 40 дней и Неневия будет разрушена. Еще 40 дней и Ленинград провалится. Еще 40 дней и Москва сейчас горит. Ну может покаять все посты. Знать не знаю. Мне Бог сказал и все на этом. И теперь все. Закончил свою миссию. Обходил город. И сел и сидит и ждет. Ну где атомная бомба-то? Почему Хиросиму Бог не делает тут? И он сидел-то огорчился. А как? Солнце полит. Листики говорят. Тык вот такая была. Большая. И в это время. Смирить его можно было. Не скручивать, не бить. Маленького червячка послал Бог. На самого сильного пророка. По тем временам всего лишь червячок. И он залез, корешок подтащил. А тут Антонина поливает. А корня-то и нету. И засохло. Вот и все. И он огорчился. Лучше умереть мне. До смерти огорчился. И тогда Бог заговорил. Огорчился очень. И что ты пожалел? Растение. Такое было растение. Какой-то червячок. Паразит. Сгорает голова. Господь говорит. 120 тысяч. Столичный город. Они люди левые и правые не могут отличить. Там одни по Росковью живут. Как не пожалеть мне было. А ему главное я сказал. А город не погиб. Теперь что лже-пророк предсказал, а не сбылось. И люди-то этого не видят. Что изменилась обстановка и Бог изменил. Вот надо на все это смотреть на свете Библии. И вот здесь считаем, что в некоем небрежении о плоти. Ни один сектант в этот стих не попадает. Это они плоть свою тешат, намащивают. Это все относится к монашеству. Этот стих против монашества. И у меня сразу возникает вопрос. Когда я первый раз посчитал. Люди по хоми Антоний, которые организовали Павел, который организовал первый этот он, ученик у него Антоний будет. Неужели они в руках не держали вот это место? Если бы это место они видели и понимали, они бы этого боялись, а монашество как огня бы отходили. Нет. Они свое. Давили и давили. Спасаться можно только вопреки Евангелия. Это придумать надо. Бог говорит, идите по всему миру. Они говорят, собирайся со всего мира. За стенами никуда. Не разговаривать с собой. Не выходить. Нигде. Будем рекорды ставить. Один пять дней, а другой шесть дней. А другой семьдесят дней. Паисий Великий поставил рекорд. Выше никто не поднялся. Рекордсмен. Книгу гениться, заносит. Это здорово, конечно. Но это не по Евангелию. По Евангелию как? Идите по всему миру. Делитесь тем, что имеете. С плащущим сплащите. С радующимся радуйтесь. Разве этого они не видели? Разве послание было только колосяным или хастистым людям каким-то? Какой хаттабишем это надул-то в башку-то всем? Ну как, в портрет-то сел хаттабиши оттуда, в своем-то, в вольке-то. Ну есть некоторые мысли. Во-первых, тут и страх был. Вот сейчас на московскую... От кого страх был? Если вопреки Евангелию. Да. Когда написано, что не голодом, а постом и молитвой. Эти люди некое небрежение, некоторые небрежение о плоти. А этого не надо делать. Почему? А я сделал наоборот. Я спасаю плоть постом. Я давлю ее. Смеряю, порабощаю тело мое. Все, борьба объявлена. Душа и дух, тело противятся. Они враждебны друг к другу. Одно зовет к небу, а это зовет к червям. К тому маленькому червячку. И спрашивать нечего. Ну Павел Февейский первый, он же сказал ему, я убежал от деки, там в каком, 251 году. Убежал и прожил там. А Макария почему пришел? А Антони? Ну ты в семье неладно, зять решил его убить. Ну а возьми Павел Февейский. Потому что рекорд был уже, все, теперь нужно играть. Павел Февейский, так же точно. Вывод один только, Евангелие, вернуться. Мы просто рассматриваем, мы богом судья. Канонизировать можно кого угодно. Католики канонизируют одних. Люти ранее канонизировали Адольфа Гитлера. Икона стоит, его я видел. А что смеешься? Это мне православный священник говорит. За то, что он сжег евреев, заодно это его можно канонизировать. Иначе спасения никакого нет. Решение еврейского вопроса. Понятно? Это наше сегодняшнее время. Мы многое слышали. И я его убеждать даже не пытаюсь. А что убеждать-то, когда мертвы все? Убеждать, когда верующие. Он говорит, ну он засели евреев, спасал старого. А почему он резал евреев-то в люльки-то? А коммунисты поднимали против него почи. Некоторые дожили даже до освобождения. Почему? Потому что у тех и у других на одно место двое. Мировое владычество. У евреев и Гитлер. И Гитлер уже рядом стоял к мировому владычеству. А он уже на коленях стоял. Там делать нечего, воевать не с кем. Игнатий Иванович, а вопрос вот у меня сейчас возник. А почему Мухаммед, когда собирал свои вот эти присказки, почему вот нет у него истинно православного христианского, вот того, что мы сейчас имеем? Потому что рядом Зараз Тресты были, еречи и христиане. Истинных христиан православных там не было рядом нигде. Считай его биографию-то. И он взял то, что видел. А видел только то, что уже существовало. Ну то есть, значит, тогда уже истинно православных общин было по пальцам или вообще не было? И не рядом с ним, где он был. Далеко от Медины. Причина только одна. Я с Мухаммедом занимался по всей литературе, какая достигнута. Свет Востока. Мне Виктор Андреевич привез журнелла там под рогом. Все это. Придумы эти гибрависты, сказать эти, арабисты. Они все подробно описывают. Какие были сражения, какие были воззвания. Все есть. У него 72 битвы было, только две оборонительные. 70 были захватнические. Грабить караваны и проще. Это руководитель? Чего смеетесь или кто? Сталин кем был? Грабил банки, убивал людей, взрывал. Это бандит-то, огромный пахан. Его даже рядом нельзя ставить самыми худыми завоевателем, как Наполеон, Гитлер и Тальмаратилло. И однако большой стороной руководители кричали за Родину, за Сталина. Хотя там на войне никто, говорит, не кричал. Мы должны все рассматривать во свете Библии. И сказать, послание к Колоссинам, это к нам. И теперь к нам мы его обнимем и будем смотреть, как из этого выйти в состояние. Я вот советую так рассматривать. Оно живое и действие на Слово Божие. Послание к Колоссинам, это послание к православным. Послание к монашествам. Как дед Чукар, говорит, я так разольюсь, ты не найдешь меня. В берегу к ним. То есть уже тогда, во времена, когда апостол Павел писал Колоссянам, уже были такие склонники, монашествующие, вот эти ставители. И все их были. Уже были они, были. Это самые добрые были люди, добрые в то время. А о них отзываются положительно все. И златоусы, ну и, конечно, они не православные. Совершенно они не православные. А чем их учение отличало? Не надо, это далекое. Просто давай дальше. Колоссянам просто знайте это. Вот чего услышал из раза, а как бы я поступил? Вот сейчас спрашивают немцев, которые, ну вы видели, что Гитлер так, да так. Но вы знали, что он делает? Нет, не знали. И теперь немцам, когда освободили эти лагеря, Дахау, там, Освенцы, мы их стали автобусами привозить, которые близлежащие города, и показывают. Никто не слышал и не знал. Более любимого правителя, правителя, любимого народом, чем Гитлер, не было никогда. Ни за 2000, за 7000 лет не было. Более талантливого не было. Я о нем каждый день смотрю 2-3 ролика документальных. Это человек, который получил от сатаны всю эту власть. Знания его были. Он совершенно никакой. И нашелся один человек, который сказал, тебе надо учиться. И он его повлек дальше. И дальше он один раз только выступил, был с аглидатой, там, заходил, там, какие движения были, он должен был узнавать, докладывать. И когда он слышал, что стараются там Баварию отделить, он только закричал, безумие какое. И тут же встал на стол и стал говорить. И они видели, это оратор готовый. А у него ни образования, ничего нет, и приектор. И дальше он начал уже учиться в институте. У него не было ничего, кроме одного сделать добро народу. Народ раздавленный. Кирпич хлеба стоил 4 миллиарда марок. Миллиарда. Деньги измерялись кубометром. И такая инфляция была. Все. Они побежденные. Ни танков нельзя иметь, ни подводных лодок, ни кораблей. И только полиции сколько-то. И он буквально под землей все создал. Захватил уже всю Европу, Скандинавию. В Африке война. Он на 4 фронта ввел одновременно войну. В Америке объявил войну. А Англии. Для него вообще ничего не было. Преграды никакой. А Англию уже на коленях сцена. А Францию за 2 недели взял. Вот смотрю, и я вижу, что более умного не было правителя. При условии, что нет Бога. Но рядом люди, которые были, он внезапно вдруг как бы вздрагивал. И начинал говорить. Он чувствовал состояние толпы, которая перед ним. На площади 200 тысяч человек. И он чуть не каждого знал. Буквально все в их стазе стояли и кричали. Лес, рук один только видать где. И он учился как. Вот перед ним Хитинбург. Кто там был президент-то? И он говорит как. Говорит как все. Уткнувшись с бумажки, стоит. Обыкновенно говорит. Петр Первый запретил делать это. Говорите без бумажки, дабы дурь каждую видна была. Ну что Брежнева, отними бумажки. Что там будешь? Олимпийские игры там. О-о-о. Да это кольца. О-о-о. И вот он когда выходит к Гилькеру, он учит какие жесты. Посмотрите какая он жестикуляция. Вот он нас и говорит. И враг должен быть порушен. Мы должны распылить. Он весь. У него никогда бумажки не было. И вся толпа, буквально все, как с ума сходили. Больше половины женщин желали иметь от него ребенка. Я жены не имею. Я жена немецкой нации. Государство это моя жена. И он из праха поднял. Высший уровень жизни перед одной был у немцев. Победа на Олимпийских играх. Каждый год 13 миллионов. У него там бесплатно ездили по курортам везде. Что он сделал для своего народа. Европа вся была под ногами. Одна нация. И он бы завоевал, если бы не тронул евреев. Погиб из-за евреев. Неприкасаемая нация. Он не знал этого. Русские уже закончено было. Самая большая ошибка была там. Ну что, разделил он сразу на юг и на Москву. Нужно было. Москва-то рядом была. Уже в пригороде Москвы. Обороняться вообще нечем было. Мороз помог. Отбросили на сто с лишним километров. Почему? Бог. В это время болезнь. Бог. Это дьявол в образе человека пришел. Но по-человечески до конца верили ему. Уже Берлин бомбят. И все люди верят, что он родитель живой. Никогда нас не победить. И уже зашли англичане. И теперь берет интервью. Это все записано. Один записывал. А в очевидце. Нормально говорит все. Как только заговорил об этом, а дитлер, она учительница. Нет, это фьюрер был. Какой он молодец. Мы впервые вздохнули. Мы униженные были. Мы расправились как нация. У нас все было. Он в каждом видел человека. С самого рождения он поднимал каждого. Говорят, такой он был. Он был неприсесательный. Он не ел мясо там и прочее. У него ничего не было. Он жил для народа. Все, поехали. Я просто говорю, как дьявол может обольстить людей. А подводная лодка-то, как они вместе, какое единение, как они поют вот это, в этих стесненных обстоятельствах. Братство. Злость сделали коммунисты в сотни раз больше. Их не судили. Калосином 3 глава 1-2 стихи. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о лесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Столкование. Сказав, быв погребены с ним, именно через крещение, и дав понять об умалчиваемом. То есть, что и воскресли с ним, ибо крещение, как смерть, изображая через погружение в воду, так и воскресение через поднятие из воды. Теперь он убеждает и в том, что если вы воскресли со Христом, то после этого должны находиться на высоте, там, где и Он. Где нет наблюдений, должны помышлять о небесном. Ибо эти наблюдения относительно пищи и дней земные и телесные, и не имеют ничего возвышенного и духовного, так как они суть заповеди земных людей. И не удовольствовался тем, что сказал горнего, и где Христос, но прибавил, сидит-то десную Бога, для того, чтобы еще больше отклонить наш ум от земного. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Толкованием с той и другой стороны побуждает их не искать здешнего и из смерти, и из жизни. Умерли, говорит, вы тому, что есть долу, почему и не должны искать этого. Опять жизнь ваша, говорит, горе есть, или горе есть? Горе. Горе есть. Так как горнее и мудрство тем. Апостол стремится показать, что они пребывают в горе и живут иной жизнью, которая в Боге и невидима для очей телесных. Не является Христос, значит и жизнь ваша еще не наступила на небе. Посему, к чему искать видимого? Да, этим он подготавляет их, чтобы перейти тотчас к нравственному учению. С таков обычаев у него, научивший одному, переходит к другому. Так он делает, например, в послании к коринфянам. Говоря о тех, которые предваряли трапезу, он вдруг перешел к преданию тайн. Можно? Можно. Я хотел сказать, о чем тут говорится в этих двух стихах. Это вот Ветхий Завет нам об этом говорит. Вот как вот мы читаем начало Слова Божьего, и во второй главе написано, что сам Господь ходил с Адамом в райских кущах и беседовал. И вот ничего слаще, вот брат сидит, снимает нас, ничего слаще беседы, и не нашлось о чем рассказать. Бесед духовных. И вот где эти духовные беседы взять? Как их взять для всего народа еврейского? Это миллионы людей, и чтобы беседуя, говорит, и прилагал толкование, народ понимал прочитанное. Ну а как сделать так, чтобы это было великое единение братское такое? Через что? И народ начал просить царя в этот момент. Вот хотим царя вот все... Как у прочих народов. Оказалось, что народ-то не попал. Да, но и пришлось Самуилу идти за народом. И взял он самого здоровенного, самого красивого Саула. Он скромный был, все было хорошо до тех пор, пока он не взял власть. Оказалось, внутри он никакой. Бессовестный только. Законы не исполняет, он ему говорит одно, другое, в конечном итоге. Он хватает пророка за полу, когда он уже повернулся и ушел. Все, Бог от тебя отвернулся. Как ты от законов его. И он хватает за полу, рванул, и все. И он говорит, он так же от тебя отойдет, царство. Как ты рванул у меня здесь сейчас одежду. Все было сказано. И вдруг после этого, когда все закончилось, человеческое склынуло, он идет и помазывает из семи сыновей. Выбирал, выбирал, выбирал. И этот подходит такой здоровый первый сын Иисеев. Нет, не подходит. Как-то. Следующий. Нет, нет, никто не подошел. А у тебя еще одного ли нет? Есть, там пасет. И приводит его к пастушку Давиду. Он сидит, играет. И что он играет, оказывается? Наигрывает, песни поет. Как у нас сейчас. Вон Виктор Савченко перекладывал стихи Игнатиховича. Казалось бы, ну, стихи лежат мертвым грузом. Кто там их когда прочитает? И вдруг стихи выплыли вот из этих песней. И вот так вот выплыла, выплыла, вот, как раз вера в Бога через песни вот этого пастушка Давида. А так раньше, ну как веру в Бога определяли? Ну, определяли Авраамом там, как-то определяли. Какими-то делами там, как он нож занес, зарезать сына. Было, конечно. Но чтобы вот такие песнопения составлены, и каждая строчка, она пророчески рассказывает о том, что будет, если человек будет с Богом. И что будет, если он без Бога. И где это? И он берет и всю историю сюда захватывает. Это просто невероятно. И эти песнопения, они начали объединять. То есть эти молитвы общие. И мы сейчас общие молитвы молимся. Тоже общие молитвы. Брат стоял и говорит, а я не могу молиться почему-то. Нету вот этого единения у людей. Вот, у верующих. Ну, не хватает. А вот надо, чтобы оно было. Для этого что? Нужно постараться. Вот, кровь Иисуса Христа очищает нас со всякого греха. Мы к этому стрелимся. Тогда и небо примет нас, когда будем очищены. Ну, это и через что проходит? Через общение. Вот сегодня опять был призыв. Сегодня побольше людей осталось на занятиях. Слава Господу. Эти призывы у нас постоянно лично звучат. И вот так же этот призыв был сделан этим пастушком Давидом. И гляньте, как объединились все тогдашний народ израильский. И мы его как вспоминаем? Больше всего из Ветхого Завета вспоминается именно этот период. Не какой-нибудь другой. Именно вот этот период. Вот в книгах про Лепоминон и Первое, Четвертое Царство. Именно период царствования Давида. И заканчивается он так. Это еще не все. Там дальше говорится в книге Царств. Там много записано было. Но вот были потеряны эти книги, к сожалению. А так бы еще больше узнали о великих делах. Именно верующих людей. Нам было в подспорье. Возьмила Сихоновна. Я просто хочу сказать, что самое важное, мне больше всего этого понравилось, что это жертва от общения благоугодна Господу. Жертва. Просто ты присутствуешь, получаешь удовольствие от этого. И вроде это и жертва моя к этому. Да это мне кто-то жертва, это оказывается жертва. И люди на это даже не идут. Когда мы жертвы даем такие? У меня больше всего эти слова подкупают. Лена вопрос задала. Дело все в том, что разговор идет о том, что человек, есть такая пословица, солдатами не рождаются, солдатами становятся. И тоже к великому сожалению, к нашему, верующими не рождаются. Ты вот родила третью? И до сих пор не поняла? Они становятся верующими. Об этом идет речь. А как становиться? Кто поможет? Где вот это духовное начало, чтобы дети окунулись в нее? И вдруг мы увидели в их глазах, в их речах, в их поступках, что это действует. Мы не можем этого показать. У нас занятия постоянно идут. Игнатий Иванович такие проповеди говорит. Просто уму непостижимо. А дети как уходят, так и уходят. Ничего их не касается. Как называется? Об стенку горохом. И вот через эти, вот хотя бы через такое единение. Вот Игнатий Иванович говорил про Гитлера. Ты вот не поняла ничего. Через одного человека произошло единение всего народа. Но это по-человечески. Но мы говорим о духовном. А духовное я вот показал. Через пастушка Давида объединился народ. И веры-то не было тогда как таковой. А она вот была показана в этом. И мы видим как они, люди относятся к самому Давиду. Когда его гонят, сколько с ним народа идет. Да, там сыновья тоже показали себя. Но были и те, которые с ним до конца остались. То есть они веру в Бога показывают через отношение к этому человеку. Они его и царем-то может не считали. Своим другом и братом. Это мы сейчас уже так. Царь, царь. А тогда по-другому наверное было. Когда они видели, что он кроткий. Как он эти три воина, он пить захотел. И они пробежали по стаму. А колодец был прям в стане врага. Ну в стане, то есть в лагере. И они пробежали. В стан врага. Этот колодец как-то отбивали. Один там зачерпнул. И прибежали, и принесли. Ну там меньше какой-то плошки. Меньше плошки воды принесли. Чего такое? Ну не натикаешь, заснул просто. Продолжать как-то дальше тему развивать. Не застите за губой. Молодец ты, приметливый парень. Хорошо, что ты сказал, что не заснул. Четвертый стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Толкование. Во второе пришествие явится всем Христос, как Бог, грядущий во славе с ангелами. Ныне Он настолько сокровен, что даже имя Его осуждают. Тогда явитесь и вы, и не просто, но во славе. Посему-то водня ищите, а не этого. Стремитесь к той жизни, ибо тогда наступит для вас истинная жизнь. Нынешняя же жизнь есть смерть, так как и состоит из тления и течения вперед и обратно. Поэтому не ищите здесь почести и славы, ибо там ваша слава. Жемчужина сокрыта, пока она в раковине, а когда разобьют раковину, блестит на славу. Так и мы, пока находимся в этом тленном теле, должны жить сокровенно, чуждаясь славы. Когда же сие тленное будет разрушено, тогда наступит и наша слава, если мы окажемся достойными ее по своим делам. Вопросы? Комментарии? О тщеславии здесь начинают говорить. Что все здесь, да, временно, и слава, и как вот играете, как они говорят, царь был, и бомж, и у того кости, и у того кости. Помышляйте о горнем, а не о земле. Здесь все кончится. Мир видимый, он тленный. Не нужно цепляться за эту жалкую жизнешку. Я хочу просто сказать, какое счастье, что мы сюда попали, и есть нам кого слушать, и это все узнавать, потому что это вот тщеславие, оно с детства людей мучает. Ведь мы же, в школе училась я, я училась, вот, например, лучше других мне давалось легко, слава Богу. Какая гордыня непомерная, вы даже представить не можете себе. Я говорю, тут это вообще, мне сидеть-то же рядом было противно, недоумки какие-то, вот, недоразвитые. Я вот так вот и считала, да. Если бы я тогда знала, что это Бог дает вот эти таланты, то он мне дал, а ему не дал-то, он не виноват, ему помочь надо. Я еще такая, нельзя давать списывать же, объяснять не охота, списывать давать нельзя, деловая такая вся. Да, и я с этим тщеславием, я всю жизнь прожила, пока я не встретила Игнать Тихоновича, и пока до меня только не дошло, вот, когда он проповеди-то нам вот эти все говорил, что это, кроме как наказания, так больше ничего, не получишь за свое тщеславие-то. Так еще, сколько верующих ходили, еще сколько я там учила, то это, что-то сделаешь вроде добро, уже, кажется, вот я такой молодец, я это сделал. Как это еще суметь надо подавить, что сделал, как будто не сделал. Вот, это, столько лет надо к этому идти, а мы сейчас раз проскочили, секунду, и все. А это всю жизнь может человек потратить, для того, чтобы только сообразить, как с этим бороться, и как это победить, с помощью Божьей только может быть. Потому что сам человек никогда этого не победит. Гордыня такая, бесовская, первородный грех гордыни. Помоги нам, Господи, избавиться. И так продолжаем. Пятый стих. Итак. Умертвите земные члены ваши, двоеточие, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Толкование. Довольно-таки пространное. Слушай внимательно. Не сказал, отбросьте, но умертвите, так, чтобы они уже не воскресли. Земными членами, вероятно, называют телесные наши члены. Если они не содействуют приобретению небесного, то земные. А если совершается через них небесное, то они уже неземные, подобно тому, как и мы, являемся как бы неземными, если не видим и не слышим ничего дурного. Может быть, подземными членами, разумеется, совершаемые телесными нашими членами грехи, которые остаются на земле и тут же погибают, тогда как члены тела, хотя и от земли, однако, не останутся навсегда на земле и не истлеют, но по воскресенье получат не тление. Но почему, сказав выше, вы погребены со Христом и совлеклись тело греховного плоти, теперь опять говорит, умертвите, потому что первое умерщвление было даром крещения, отъявшим сущий в нас первородный грех. А теперь предлагаемое умерщвление есть дело и произволение нашего, состоящее в том, чтобы заглаждать грехи, бывающие после крещения. Более же в том, чтобы даже не позволять им оживать в нас, подсекая зарождение их посредством умерщвления плотского мудрования. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, обновив загрязненную медную статую и придав ей снова блеск, просил владельца этой статуи тщательнее очищать ее от ржавчины. Не от той, которую он уже очистил, но от той, которая покажется после. Далее говорит, блуд. Вот он объясняет, какие это члены. И прежде всего упоминает блуд, потому что эта страсть имеет самую большую силу. Оставляет в отдельности говорить о том, о чем неприлично сказать. И словами, нечистота и страсть дает видеть все виды постыдных смешений. Ибо действительно, страсть есть неистовство тела, подобно горячке, или ране, или другой болезни. Далее. Злую похоть. Вот опять он сказал вообще обо всем. И все, похоть злая. Но есть желание и хорошее, которое выражает стремление к Богу и к делам божественным, по которому и Даниил был мужем желаний. Даниила 5, 32. Первенец злой похоти есть любостяжание. Его назвал идолопоклонством, поскольку оно есть служение серебру и золоту. Далее цитата. Псалом 113, 12 стих. Идолы язычников серебро и золото. Можно вопрос? Можно. Вонтик, у меня вопрос. Слушайте. Вопрос у меня. Вот в писании написано «И будет влечение твое к мужу твоему». Это и есть похоть, о которой сейчас Сергей читал? Что это? Вот как отличить? Ничего себе это даёт. Хорошо, отличие. Влечение к мужу. Можно я добавлю? Просто я слушала одного проповедника, и он как-то это интерпретировал. Я считаю неправильно, что вот это влечение именно к мужу, я не говорю сейчас о незаконных браках, в законном браке, что это тоже грех. А как тогда грех, если Бог сказал Еве, будет влечение твое к мужу твоему, не к постороннему, не к чужому, а к твоему. Вот это похоть? Злая похоть? Или что это? Злая похоть? Это злюки. Злюки. Это очень злая. Ясно. Ну раз злая похоть. Да где злая? Они вот добрые какие. Громче говори. Муки рождения настолько сильные, что она рожала, и мне рассказывают одна, и говорят, я готова была его зубами рожевать мужу. Странное дело, пришла домой, неделя не прошла, и опять ласкаюсь. Почему? Если бы этого не было, только умом решалось, зачем это все нужно? Это как у английского лорда. Ему надо потомца там, ну и хорошая невеста, все. И врачи там все, и прошло месяца два. Ну потом, как ему сказать-то, что беременность не наступила? Ему все-таки сказали, беременность не наступила, опять эти беспорядочные движения делать. Ну, понимаешь, нет. Человек святой. Так и здесь тоже. Вот благодаря вот только этому жизнь и продолжается. Голодные собаки у меня бегают, ну, друг друга бьют, прямо загрызают. Ну вот, она захотела на свадьбу идти, их одна здесь. Их тут целая вязанка за ней. И между собой делают, и самые негодные с нею повенчаются. А почему? Она ничего не может сделать. Наступил момент, все, запах другой. Запах. Ну, даже не глаза решают запах. Я считал, которые такие уже мужики опытные, в темном месте, давали им понюхать, ниже белье разных, там, женщин-то. И что интересно, они определяют запах. Если она красивая, у них запах другой. Он на запах берет. Запах. Вот у нас целуются, а северного рода, они не целуются. Носом друг к другу, и обликнут друг к другу. Вот это влечение, это то, что недостижимо в первом роде. Очень подробно это. Я бы просто советовал взять следующее занятие, крейсеру Санату Льва Николаевича Толстого и просчитать, когда он надо объясняет праздников. Я бы никогда к ней не подошел. Я знаю, сколько за этим идет. Вот ребенок, то не так сходил, то у понос. Только один выздорове, температура у Гаврика, тут тарасиком не знаешь, тут... Ну и проще. Зачем бы? А она рожается, рожается. Почему в лечении? Это заложено. И ничего не надо сделать. Корова орет, и орет дома. Орет. Ничего не надо. Быка просит. Куда? Она повели в соседнюю деревню. В соседнюю деревню. Потому что ей не надо, коровья теленка не надо. От нее это не зависит. Совершенно. И она не находит места. У меня кошка вот есть. Она ластит, перевернется, ухом трется, залезет ко мне там в подмышку, ищет жениха, кота. Это заложил Бог. Можно, конечно, подкастрировать, и кошка не будет. Куда она будет? Злобная такая, как у нас, Герва Васильевна. Там что-то себе делали, она чуть ли не наша врача не решила жизни. У нас ничего не надо. Слава Богу. Вречение. Вот это никакая не злая похоть. Злая похоть, когда вопреки закону, который восстановил Господь. Не так, что ага, никого нет она. Мой отец гонит коров, а через один двор дальше живут визовская фамилия ее, Федора. Отец гонит коров, ну, мать-то возится дома. Она прям принародно бросилась ему на шею. Муж с работы не вернул, с фронта не вернулся. Они знали друг друга. Ребенка, Хащин, да ты с ума сошла, баба. Он говорит, вон Илья, а у нас там два Илья вернулись, Ильи, не погрежденные, а у нас деревья все Ильичи были. И она от него, пожалуйста, эта Улька родилась, она еще нам храм батюшки помогает где-то. Смотришь Ильич, вот приезжает, когда Ильичи, два мужика, а что я плохого сделал? Я государству жизнь продлил. Ну и правда. И ничего нельзя сделать. Ничего. В контору придет, она под ногу ногу раздавит, говорит, как бы баба совсем ногу давит и показывает. Еще. Мужи не вернулись, ребенка нету, ей надо хоть что-то. И это все объяснимо и понятно, если нет Бога. А если Бога нет, она даже не думает. Красивая женщина, муж не вернулся, там двое, кажется, ребятишек, она ни на одного не посмотрела. А они пронтовики, на этих не смотрят, а именно на нее. Ни одного, даже близко нет. и вошла в историю. Почему она победила все, почему верующая была. И надо зла, это зло, когда зло, утащить любое зло, это совершить нападение на заповедь. Вот он считает, а я все, откуда вы берете, мне говорят, я не знаю, откуда, мне просто, я вот сижу, ты считаешь, а я там уже проповедь говорю, а как это было, когда он написал, Павел, как они это восприняли, такой вопрос даже не ставит никогда. А как это, желание было, нет, поделиться с другими, а переписали они это или не переписали. Я с ними вместе страдаю, распространяю это. Одно в одном экземпляре, в одном. А вот я сижу, сейчас и думаю, ладно, псалмопевец, Давид сидел там, играл, натягивал струны, писал. Да кто бы знал, а тут псалмопевец, если бы он царем-то не стал-то. Царь, дал указание, на золотых полотнах сделали, золото раскатали, написали. Животные сколько надо? Мне полторы тысячи, ягнят надо, тонкая, чтобы была кожа. Обделали пергамент. Ну не был бы царем-то, что бы у него было-то? А вот Бог так и сделал. А пророк как? Да пророк это псалмак, больше он не проросчествовал, ничего. Он изложил себя в псалме. Главное это, вот он псалмопевец, царь и пророк. А что самое важное? Псалмопевец. Что он царь, царство ушло и развалилось, там в плен пошли. Что он пророк сказал, это все в псалмах. И думаешь, как сошлинилось это все. И как пророку Самуилу Бог это на сердце положил. Именно вот этого, незначительного, мальчишку маленького и помазать возлил. Обычно помазают, а не его возлил, возлил. Возлил, это текло с него. Это преобильная благодать. И заметь он как, когда играл, он не просто играл, а его струны били по дьяволу. Когда играл, от Саула злой дух отходил. Да кто, сегодня наоборот, когда кто играет, так все демоны соберутся. И пляшут, и раздеваются, и такая азартная музыка бывает. Они как играют, трясутся, и там что-то сверкает. Они бестоладные. Они на сверкание пытаются подняться. У Давида ничего этого не было. Он печалью истощает. Постель мою орошаю слезами, к тебе, Господи, попью. Разрушено все, враг рыкает во святилище. Поставили знаки свои в место знамений наших. О, Иерусалим. Надо его видеть. Потеряв молодую жилу, так не тоскует, как он тосковал о Иерусалиме. И потом встал кое-что, чего еще не было. Вавилонского плена не было. А 136-й псалом кто написал? И как он сказал, что блажен, кто возьмет младенцев твоих и разобьет об камень. Церковь истанковала безбожные мысли, другое, камень веры Христовой. Ну да, но он-то не имел это в виду. Он имел буквально за ноги его ребенка и мозги вон. Почему? Они Иерусалим пленили. И когда они, считай 77-й псалом, они лгали языком своим. Господи, любим тебя. Но Бог миловал, и они опять на прежнем. Я с ними переживаю все это. Псалтырь считает, бубнят над мертвыми. Я считаю и плачет. У меня стихотворение есть. Считает и плачет под книгой монашка и сам миродержит земной. С ней призрак могилы не так уже страшен и горе бежит стороной. Я после молитвы кладу под подушку чудесную книгу псалтырь. И верю, покой мы никто не нарушит, а она мне в тюрьме поводырь. Взахались снова воспоминания, проломан тоскою открыт. И снова блаженно считать, начинаю и плачет с Давыдом на взрыв. Это я в тюрьме написал такое стихотворение, а Витя положил ее на музыку. И плачет с Давидом на взрыв. Вот что это такое? А вот теперь то, что у мужа к жене, а у жены к мужу, жена, она может хоть сколько обнимать, если муж, как это он пишет, говорит, на работе, на работе все время, а она жалуется подруге. Муж совсем на меня не смотрит, как и сфиль. Пожалуйста. Что делать? Ну, может, на работе нет. А ты знаешь, свечи зажги обычно, чтобы было там создать такую интимную обстановку, там шторки разные. он с работы придет, вот, я говорю, ты баба соседа с катушек съехала. И она еще не билась, он на кухню пошел, опять на одной дощечке лег ночевать. Он работает, там оврал на работе, беда какая-то. А она, ну, дома сидит, и она вот решила создать первозданную красоту. Вот все-то, когда это знаешь и видишь, все в Боге. И Бог ума даст, и с катушек не съедет. Она будет думать, как его приветить. Не сегодня, значит, завтра. Вот у евреев, в государственном масштабе сделали. Женщины нечистые, месячные начались, должна из дома уйти. Ее нету. И, например, стоят голые, а полицейские разворачивают и смотрят, что прекратилось кровоощущение или нет. Полицейский наклонился и смотрит. Ну, там женщины проверяют. Она приходит домой и каждый раз, говорит, после месяца, как будто я первый раз ее вижу. Она должна там теперь в микве этой купаться, придет чистенькая. В государственном масштабе это держит. Ну, расскажи такое, да ни одна баба не пойдет. Да никогда. Там написано, если во время ощущения муж приблизится, придать ему нефти. А тут никакой нужды нет. Все это должно быть не злая похоть, а все по закону, узаконено. И левиты это все рассказали. Более свинской жизнью, чем христиане, никто не живет. Вот это особенно сейчас хорошо. Я уже не раз считал. Мещерина, потес Петр, игумен, настоятель Данилова монастыря, патриарши. И прямо, что веры-то никакой нет. Обложились разными, там, а тут свечки зажги, тут что-то сделай, тут Акапис прочитай, там по канавке пройди. Птичий язык. Белый магизм. Совершенно Бога не знает. Я сейчас как раз на следующей неделе будет событие огня, мне описано это. Птичий язык. Спас ореховый, спас яблочный. Откуда? Когда он один, голгофский кровавый спас. Где это видели вы яблочное? Мы обложились там, обложились буквально. Уж это у русских-то слово, это прямо говорит, обложился. Облажались. Ой-ой-ой-ой. Зло это вопреки канона, вопреки Слову Божию, вопреки правилам. По православным правилам четыре поста накануне среды и пятницы муж с женой не знают друг друга. Вот в четверг не будут венчать. Потому что завтра пятница. И во вторник не будут венчать. А постный день и усекновение главы Яна Крестителя накануне не могут, а в самый день могут. Почему? Потому что впереди ночь, на следующий день идет. То есть в среду и в пятницу могут венчать? Может, конечно. Потому что дальше обыкновенные дни. Но они же рассчитывают на то, что с шести часов начинается новый день по-еврейски. с шести часов они вместе не будут. Ну, то есть там гуляют пока. Не так, что прогуляли. Я говорю, какая моя жена? Даже забыл. Не знаю, свадьба кончилась. С кем он был эту ночь? Я это наяву. Просто подходили люди и все это рассказывали. И везде какие-то порядки, правила. У русских ничего этого нет. Нету совсем. И при том, как? Вот нас, допустим, знают. А, у вас то нельзя, а другое нет. Это говорят верующие, которые ходят в храм. Они нас поносят, видят, как одеты люди. Мы говорим, правила, каноны, их надо соблюдать где-то. Что вы? Всегда можно было. Я никому не позволю мою свободу. У меня моя свобода. Я даже не воображаю, как бы я подумал об этом. Зато он даже не подумал об этом. В жизни у меня ни разу не было кто-то посягает на мою свободу. Я никогда свободен не был. В первую очередь, я земным притяжением к земле притянут. Я уже не свободен. Это первое. Я не свободен выехать за границу. Я не свободен жить в какой-то квартире, в которой мы не свободен туда пойти. Мы совершенно не свободны. В отроби матери перевязан куповиной, никуда не уйдешь. Тоже не свободен. Свобода – это призрачное слово. Свобода в исполнении заповедей Божьих. Свобода в избрании лучшего. Избрание святого, приближение к Богу. Вот в этом дана мне свобода. Я ничем не отличаюсь от женщин. Мы одинаково подходим к самому главному, к щаше Господне, к причастию. Мы одинаково подходим. На полминуты я раньше подошел, это ничего не значит. И тут мы с самой дорогой сестрой будем вместе. Вот так. Женщине говорится, что молчи, почему? Ну, сказали тебе, не надо говорить почему. А если я тебе скажу, ты начнешь дуть. На 25% у нее мозгов меньше. Она не может думать. Она и называется замужем. За мужем. Вот муж стоит, она за мужем. Она спряталась и там смотрит. За мужем. Ему цена единица, два таланта. Она сзади нуль. А теперь вместе 20. А если она впереди станет, нуль целых, одна десятая. За мужем. А он муж, мужчина. То есть он превратился в мужа, выросла борода и получил щин какой-то, должность получил. Ты только вдумайся. И поэтому и ты человек, и я человек. Чело направлено в вечность. И тогда все будет понятно. Понимаешь, вот самое простое, вот это даже, ну то, что воробей знают, у нас этого не знают. Ще не увидят, то пакоси сделают. И говорить нельзя. Притом его одобряют священники. Все разрешается делать. Мы свободные. Больному человеку пост не положен. Как не положен? Это где вы нашли такое? Больному разрешается, по благословению священников, масло растительное и вино, там часть какая-то, грамм может 20, больше ничего не может. Священник не имеет права, епископ не имеет. Ну, считай, я на Кронштадтского там. Вот это я вижу, считая псалтырь, считая плаща, нам зарыт, вместе с Давидом. Это псалтырь. Прыгают клавиши строк. Тюремный разбегает в темницу, тюремный сживается срок. То есть с ней все у меня. Я псалтырь в тюрьме был, прочитывал. Каждые два дня псалтырь. За два дня псалтырь. И в это же время, за каждые семь дней, неделю полностью Новый Завет. Но не считая, допустим, мои три тысячи поклонов, каждый день в тюрьме находясь. Я просто делюсь опытом. Скажут, ох, хвалишься, прям умирает от этого. Вот только познакомился, заходит, хочет быть в друзьях. Я ему сразу скидываю наш форум, наш сайт, наши видеоролики. Я ни одного слова не пишу где-то. А что вы хвалитесь? Понимаешь? То есть я должен быть такой же голый, бесплодный, бесталантный, как он. И выходить. Это влияет такой. Грешен, многогрешен, як от свинья лежит в колу. И кроме колу у тебя ничего и нет. Бурдюк с говном, прости Господи. Ну маленько-то надо думать. Мы избранные Божии. Мы святые избранные им. Благословленные. Исполняемся Духом Божиим. Они этого не знают. А, какое вы слово сказали? Какое есть, то и есть. Чтобы ты не превозносился, что ты царь. Ты вспомни, куда ходишь по утрам. И все стало на место. Я говорю, согласен, она принцесса. Неплохая. Но как вспомнишь, что она туда же ходит, куда я и я. И думаю, она никакая не принцесса. Вся революция уже совершилась. И что интересно, человек хоть попутно сказать. Самое хорошее ест. Одни шоколадки. Зловоние тоже будет. Почему? На выходе гнило слегать бактерии. И для чего это? Для чего? Это естественно все. Естественно, что поражняется, говорит, сзади он не видит. Потому что противно. Но когда неестественно блюет перед ртом золотого узла, чтобы видел. Это святые отцы все разобрали. Я тут ни одного слова не добавляю. Потому что это неестественно, чтобы изо рта извергнуть тебя из уст моих. То есть человек теплохладный, ни рыба, ни мясо, ни кощерга, говорит, ни свечка. Он подобен тому, что изо рта, в люботе нет. И когда это знаешь, как нужно бояться того и другого? Не быть безразличным. Там кто-то погибает. Я встану на защиту. Там попирается заповедь Божия. Я не буду ждать, когда кто. Я первый встать должен. И что? А об этом результаты Бог берет на себя. Последствия Он берет на себя. Мне главное выступить. Как Наполеон говорил. Главное ввязаться в драку. А там видно будет. Вот мы считаем. И ты понимаешь, это такое сокровище. Мы-то знаем, что это Писание. В то время-то не знали, что это Писание. Просто письмо пришло от Павла. Письмо пришло от Патриарха. Ну еще перед Патриаршем письмом мы благоговеть будем. Топтаться перед Ним. Да прочитали, да отдали кому. Так, внимание. Старайтесь глаза не закрывать. Пошел. Шестой стих. За которые гнев Божий грядет на сынов противления. Напомню, что впереди говорилось о земных членах. Блуд, нечистота, страсть, злую похоть, любостяжение. Толкование. Гнев будущий и в настоящем веке часто наказывает таких. Сынами противления называет их, лишая всякого снисхождения и показывая, что они пребывают в страстях не по неведению, но по упорству, которому так предались, что будто усыновили себя ему, от него приняв отличительные и характеристические себе черты. Вот. О сынах противления. То есть усыновили себя в упорству. Упорству Слова Божьего. Стали с нами гены. И нисколько он их не извиняет, вот этих вот любостяжателей, блудников, нечистостов, страстолюбцев, любостяжателей. У них свободу выбора никто не отнимал. Они свободно это все выборили. Вот видишь, парализация воли, чувств в народе. Вот едут в церковь, покупают крестики. Ну крестик какой он, посмотри, на могилах, ну как рисуют. Дай-ка мне бумажку эти нарисую. Крестик один где-то. На бумажке можно? Так, чтобы видеть было. Ну как рисуют? Вот так вот. Сейчас вот везде почти кресты такие. Вот дальше. Ну здесь значит что? Ну и здесь. Вот. А если нет, вот это вот может быть закругленное, вот так вот круглое, как у нас сейчас у батюшки на Ризе, вот так вот. Вот. Это масонский знак. Это не крест. Это награда у Гитлера была такая. И на немецких, на кладбищах везде вот такие вот стоят у фашистов убитых. Крест вот он какой. Вот он православный крест. Мальтийский что ли вы показываете? Ну вот такой бантик. Это мальтийский крест. Какое крест? Это не крест совершенно. На всех, на всех эти, где эти, памяти, стал и стоят у немцев. Ставили вот такие вот. Масонский знак. Попробуй у православных убери его. Они даже слышать ничего не хотят. Но мы это узнали, узнали сразу. Где-то и были. Нет. Вот тогда Света была клюй. И она хороший у батюшки крест сделала на ризе. Посмотрите остальные кресты, которые вот такие в виде светочков, он покупает, не сделает. Я прошу сестры, уберите это. У батюшки подойдите, чтобы он дал ризу. И, ну, сделайте, какой там делается. Вот такой, четырехгранный. Четыре конца. Видели, какой он? Как на танках фашистских. И все, чтобы ровный, вот такой крест. И вот такой нет. И везде на кладбище с разными набалдажниками в конце. Вот это поперечина, выше, больше той. То есть извращение везде. Даже крест правильно не можем сделать. Можем, не хотим. Выдрать все из зла можно очень просто. Нигде не бери вонючие эти свечки. Они не покупают, все кончат чисто восставы. И этого не могут сделать. Не могут? Я уже сколько говорил. Зачем вы берете и усоплены эти свечи? Ну, эти же самые деньги на пасеку отдайте, и слейте, и свечи, как наши сестры делают. И чистые восковые батюшка поставит сколько надо. Понимаешь, обман. И вот столько вот не догорает, а они тушат. Я говорю, зачем тушите? Ну, все купили, оставить некуда. То есть ответ есть. Почему? Воруют. Ну, можете не убирать и не продавать в это время. Ничего не могут. Нету то, о чем бы я ни говорил, и соглашается, да, это плохо, но мы что сделаем, так уж заведем. Кто заводил-то это? Вот умер человек, неверующий. мы все сделали как положено. У нас выпивка была там, и все. Около храма стою, я, гляжу, женщина подает, дорогие папиросы были каждому. Помяните ради Христа, и он любил курить. Папиросы дает по одной папироске каждому. Это где возможно такое? У нас, да, то есть у православных, но у нас этого нету. У нас ничего этого нету. Понимаете, вот мы даже не знаем, что нам Бог дал. Вы знаете, приехала издалека цариса, сапская, и она все посмотрела, какой порядок, за столом, как щинно служит. Но ей это кто-то передавал, там она говорит, мне половину не рассказали. Я могу спросить подряд все храмы, до Москвы и дальше, скажите, вот люди, которые к вам приехали, услышали, что-то у вас есть особое, могли они сказать так, что нам и половину не рассказали, что мы тут увидели. Притом, это чтобы хорошее было, не просто так. Вот такое. А нам пришлось это слышать. Это не кто-то сказал, а директор Кестерского института из Лондона, Ксения Деннон. Была она. Когда все посмотрела, в Потеряевке детский лагерь, а мы даже не замечаем. Даже совершенно не обращаем внимания на это. Мы привыкли, что у нас ни одного нищего порога нигде нету, на улице никто не просит. Нам нужды нет, никаких куполов нету. И молимся. Священника нет, мы провели его заслужение, даже нужды никакой нету. Мы знаем, придет время, большинство уже причастились. Нам Бог это дал. И нам нужно это вот так ценить. Вот эти холостяне, они что-то имели лучше? Видимо, да. Но вот дальше-то пошло у них совсем не так. И вот это не так, теперь отображено. И Павел, когда писал, многие стали как враги Креста Христова. Как враги. И он перечисляет, как будто бы решил их наказать. Такими словами называет. Ильяков пишет письмо верующим, прелюбодеи, прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это одно и то же, что в Бога стрелять. И дружить с миром, просто пойти, ха-ха-ха, и все, это хохочет стоять. Померзки, померзки одеты. Как одеты, ты посмотри, как одеты. В верующих семь ходят одеты в мужское одеяние, раздеты. Буквально в одних трусах. И это в семье священников. Нам сравнивать несколько. Я говорил, показывает фотографию, кто-то здесь показал. Стоит дочь Даймила Сысоева, ну видно, что выпивает на капот машины. Рядом стоит мусульманка. Это как небо и земля. Как они одеты. И показывают юноши, и девушек одна православная видна, или протестантка, Библия, все-то у нее на голове еще нету. И рядом сидит одна знакомая подруга-мусульманка. Как она одета, вот как у нас сестры здесь. Ну то и Коран открыт, а в этой Библии они разговаривают. Ну даже и сравнивать не с чем. Сказал бы маленько у той повыше платок. А там вообще ничего нету, стриженная, у той ничего не тронула. Она внешне не такая. И она знает, что это нельзя. А один только брат ей сказал сестре, что вот такой-то хочет с тобой познакомиться. Она голову опустила, он ей нравится. И сказала, больше не подходи, только через отца. Она знает, ей с детства это сказали. У нас она не знает этого. Знает. Почему? Они учат этого. Они непрерывно об этом говорят. Притом говорят как один. Вот она где-то не так, где-то там в Европе, там, во Франции. Аня, сестра, купи хиджаб. Шейх говорит, шейхи, это князья, то же самое. Ей примеры приводят. Ты его любишь такого. Но его сегодня убили, он в могиле, через два дня в жаркую погоду, ты задохнешься там. Кто? Ты душу отдаешь. Иди, сестра, купи хиджаб. Специальное одеяние надевает, и у нее вид-то другой совсем. Это сегодня легко все это видно. Мы едем по Парижу, в Париже идет такая серьезная женщина, черная вся, какая-то эфиопка, одета как в иголочке, просто по два метра идет, как гренадир Наполеона, по пяти. И куда не повернем, как только встретились мусульмане, сразу в другой стране их прям сразу, сразу видать. Болгария это не их страна, за рулем сидит, одета, правит. Я увидел ее поклонилась, она мне оттуда поклонилась и улыбнулась. На ее смотреть даже приятно. Так она может тебе голову отрезать. Может быть и так, но не резали, нас предупреждали не ездить, и мы ничего кроме добра мусульман не видели, ничего. и когда нас там зажала русская мапя, так они чай, кофе подносили специально, а сама на дежурстве сидит и все сделали, видя, что мы в тяжелом положении, чтобы дать выпить и проще. Нам нужно научиться через священное писание, во свете Библии, увидеть, что же это делается с нами, почему мы такие. Мы не являемся светом, мы не являемся гордом на вершине горы. Считай 16 глав 5 стих Иеремия, Господь говорит, ты оставил меня, и я оставлю тебя, я буду поражать тебя, я устал миловать. Это кому Бог говорит? Мусульманам или нам? Нам. Вот они лежат у нас. Вы думаете, что в каждой церкви сегодня так вот Евангелие лежат, побуждаем, чтобы пойти, побуждаем к занятиям, к Слову Божию, чтобы живо и действенно заговорило Слово Божие с нами. А как у человека она молодая и уже такая дерзкая, ее не исправишь? Ну, не исправишь, я согласен. Но Бог силен, говори, говори, и будет какая-то ситуация меняться, что-то будет. У нас, видишь, ее тронуть нельзя, на ее стороне власть. Если детей отнимать ей, она ничего заработка не имеет. Ну, а как? Вот в этой обстановке тоже надо уметь трудиться, тоже работать надо. Работать. Я был в мусульманских тюрьмах, я был в Ташкент, где-то, и меня ни один мусульман не обидел. Своих они буквально убивают там. А почему они верят, я молюсь. Молюсь. И там Бог давал сразу защитников. Около меня непрерывно начальник. У меня просворы, у меня куда еще одевать, я прихожу, Библии нету. Он мне, я их себе все спрятал. Когда комиссия прошла, он отдал. И я его нашел, Бог позволил, и сейчас переписываемся. Мой начальник, Бог, куда я пойду, на небо ли ты там, сойду ли в преисподе и там ты, и там рука твоя поведет меня. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край неба, и там ты. можно в тему свои и чужие. Вот Игнать Техович говорит, мусульмане в мусульманском стране не трогали и уважительно относились. У меня недавно был случай в соцсети, ну я там, ну всякое, есть в платке в одном, в двух, без платка есть. И вот писали мусульмане, писали абсолютно неверующие люди, писали такие из МП, и ни один мне не написал каких-то неуважительных слов там. Ну недавно мне написала православная христианка, вы знаете, у меня аж сердце заходится, я не ожидала просто, я наверное неделю болела и молилась о ней. И она написала, что ты тут чтобы мне не соврать, проповедовать хочешь, у тебя, а у меня на странице вот кто со мной дружит, у меня там есть визитка, у Юлия взяла эту фотографию, визитка наша с двух сторон, у тебя вон есть там ссылки, вот там и проповедуйте, а это не та среда, это сказал мне православный человек, верующий, выросший в семье верующих, вот скажите свои и чужие, ни один безбожник так не сказал, ты тут со своими платочками пугаешь кого-то или еще что-то, какие-то цели имеешь, намерения, вот стоит понимаете молиться о нас, о православных, это православные люди, они ходят в церковь и причащаются, а как же слова тогда Христа, кто постыдится меня, вроде всем прелюбодеянам, того постыжусь и я, я даже не проповедовала, это не проповедь я считаю, это просто свидетельство, наверное. Галя, ты забыла добавить меня и слов моих. И слов моих, да. Вот это среда православных, я не знаю сказать, православных, да, да, вот, Игорь Андреевич там, православных, показал. Они считают, что там среда такая и мы должны быть как мир, как миру угодно, а вот здесь среда другая, здесь мы оденем платочки, здесь я могу проповедовать, кому выбирая, она уже знает о Христе гораздо дольше и время, чем я, да, например. Да, вот, конечно. Ну, я это имею ввиду, что раньше меня она уверовала, слышала, пришла. Далее продолжаем. Седьмой стих. в которых, то есть речь идет о земных членах, блуд, нечистота, в которых и вы некогда обращались, то есть он пишет христианам, напоминая о их опрошенных заслугах, грехах, когда жили между ними, то есть между блудниками и все. Толкование. Это слово не без похвалы, потому что ныне они уже не живут в похотях, но было время, когда жили, ибо были язычниками. Восьмой стих. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Толкование. Как же это? Только что сказал, некогда обращались, показав тем, что уже не живут, так, и вдруг Акадь говорит, отложите все. Как им отложить то, чему уже не имеют? На это можно ответить, что сказанное некогда обращались, служит к уразумению того, что теперь говорится. Ибо этим внушается, что некогда, то есть прежде крещения, властвовал в вас грех, обладал всею вашей жизнью и тиранствовал над вами, и свобода от страстей для вас была невозможна. Ныне же, когда через крещение грех вас умер в член, для вас стало удобным отлагать страсти как одежду, и нельзя вам выставлять предлог, что живете под властью греха и страстей, что живете под властью греха и страстей, ибо вы умерли для них. Злобой называют злопаместство, которое некоторые называли огорчением, когда кто держит в себе злобу на другого, как бы отомстить. Злоречие. Это о бранчевых речах, говорит апостол, выразительно сказал уст ваших, ибо уста ваши освящены приобщением тела Господня. Потому крайне неуместно вам осквернять злоречием и сквернословием уста приемлющие Христа Господа. Чтобы не забыть на воскресенье назначать на шесть, то уже в среду пятницу всем оповещаю, чтобы заходили и меня повезти, что будет. Дальше не иди. Дополнительное занятие и как раз там смогут прийти люди в это же самое время но один день. Больше не давай всем ты никогда не угодишь временные формы очень далеко идут друг от друга пояса. На этом пока остановиться там видно будет и потом скажешь хорошо чтобы не начали по-другому другое обречено на провал будет. А тут уже у нас опыт есть и людей может быть больше. Платить нигде ничего не надо не обязательно видеть тишина была да я удивился вот так я тебе говорил ты только делай по писанию все покажи как власть имеющая ну я это свату то написал чтобы он так не делал он заднюю отрекается я этого не делал я потом с Райханом поговорил она говорит нет он говорил что вы лупите что вы Лапкина не слушаете что он неправильно толкует Адафани Корея Верония это сват Олег помните конфликта был она его заблокировала ну я а он сам говорит не говорил ну он сектант по самой ноздри я с ним разговаривал просто я не знал что он Баптист он бы сразу открылся они же все таятся нет он говорит я никогда этого не скрывал он правда и не не афишировал но прошло занятие это прям по другому климату все и это только сунулся ты его тоже перекратил что значит это уже заглох там любой который любит поболакать молитесь а мне чтобы мне господь дал в моей мудрости кого кому как умеет сразу кого козит кого побил убить своих чтобы чужие боялись да и все я рядом сижу меня колоти я чай пью дай мне чай попить сам садись пей как чапай так у меня я вчера выставил ролик с Олегом с этим мы беседуем он ко мне попросился побеседовать и что не слушайте его допустим я могу предполагать но что он открыто будет говорить не знаю даже не знаю вы сказали веришь ему это не знаю но Райхан тоже мне я не могу не доверять но я ее полностью доверю она не Райхан а Рахиль Рахиль я ей второй раз спрашиваю действительно ли так было она чуть ли не вы мне не верите у него здравые мысли у Олега есть проще он один он даже не принадлежит к баптистам он отошел постепенно как он говорит я заглавил там около православия рядом не ставший православ заголов так его видно портрет его послушай помоги господи нет девятый стих внимание не говорите лжи друг другу совлекшись светкого человека с делами его толкование вы облеклись во Христа сказавшего я есть истина читаем Евангелие Таана 14 6 как же теперь облачать вам себя другой формой одежды формой лжи тогда явно будет что вы скидываете ту форму как бы форменную одежду которая характеризует вас чертой истины почему он назвав члены тела и человека растленной жизнью опять то же самое называет добродетельным чтобы показать что свобода в человеке важнее сущности что мы называемся скорее по ней а не по сущности ибо писание называет лошадьми собаками и лисицами тех которые по своей воле уподобились этого рода животных и в гиену или царствие божие вводит нас свобода а не сущность и так ветхим человеком называет развращенное произволение посему и добавил с делами разумея свободу ее дела назвал ветхим желая показать его гнусность безобразие и слабость смотри как он составил члены ветхого человека двоеточие мысль его состоит из лжи сердце из ярости устаятся лжи и злословия глаза и прикрытые члены из блуда печень из худого пожелания руки из любостяжания вот продрал продрал их печень как связан худое пожелание зло уста и солжи злословия глаза прикрытые члены из блуда блудницу по взгляду узнать это легко печень из худого пожелания значит болит печень кто злые мысли иметь Виктор Андреевич злой желчный человек язва печень ярость печень желчный поздно пить боржоми когда печень любил пить Василий говорит сердце выше легких чтобы когда разволнуется чтобы легко было прыгать не удариться а лопатки это щиты которая закрывает самая главная внутренность а брови это как над окном бывает слив воды чтобы пот не дал глаза чтобы оттекал в сторону почему дальше брови не растут как у брежен оттекал м а слад почему олег слад не спрашивает меня спрашивает почему у тебя короткая борода, ты ее стрижешь. Я говорю, нет, нету, а мне говорят, что ты стрижешь. Я говорю, как кот в 2005 году покрестился, но пришлось объяснить, что она борода, это же не брови, борода также до определенного места выросла. Я знаю, откуда даже ветер поддует. Есть такой пенсионер, который всех замечает, Виктор Андреевич, что свою бороду подбревает тоже. Который сам бритый, да? Да, сам бритый. Это Осипов, я знаю, Виктор Гордеев. Можно? Не Гаил. Нет, не Гаил Гордеев. Ай-яй-яй. Побрил, забрал, отпустил, как козел. Так здесь-то ничего, что козел даже назовешь. Вот когда на страшном следе, да слева козел будет. Вот тогда будет козел. Козлище. А это-то еще ты скажешь это. От телецентра. Сейчас плакат повисели рекламный. Идем с поля, пошли в лес на лыжах кататься. Мама, это, говорит, дядя, который к нам, говорит, играет на гитаре в церкви. Дядя Витя, говорит. Я смотрю, издалека идем, 50 метров, вот одно лицо, с бородкой небольшой, в бинжаке, без галсту, кабачках, вот так. Смотрю, у меня Витя Савченко, думаю, что его сюда повесили? Ну, ближе подошли. Смотрю, глаза не духовные, не такой взгляд. Помоложе, маленький. Ну, очень похож. Ну, что рекламируют они там? Тоже песню Барта. Да что-то я. Не обратила внимания. На Витя загляделась уже, что забыла. Брата увидела, она давно поспучилась. Десятый стих. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу, с большой буквы, создавшего его». Толкование. «Новый человек, есть произволение по Богу, не стареет, но все больше и больше расцветает, разрастается по знаниям Бога и вещей божественных, всегда и всегда являясь юнеющим и, однако, тем более крепнущим, чем полнее стяжает видение и о чем больше восподобляется». Далее цитата. «По образу создавшего его, то есть Христа. Христос не приходил в старость, но всегда был так прекрасен, что и сказать нельзя. Прекраснее сынов человеческих». Об этом в Салтире читаем 44.3. «Ибо не сотворил греха, который старит и растлевает. И мы, созданные им по образу его, должны отсекать от себя всякое греховное растление и старение. Создание, разумеет апостол, и то, которое бывает в крещении, и то, которое бывает от прекрасного образа жизни». «Я как-то подумал, что есть элемент православия безнадежности. Притом он ярко выраженный именно у православных. Умер, и книга закрыта. Все это за умерших, которые молятся, они не дают никакой надежности. Просто мы чувство любви проявляем, и ничего не известно. А у других как? Ну не удалась одна жизнь, вторая там превратишься ты из какого-то важного начальника, рабом. Не получилось одна жизнь даже в собаку, не получилось в мышку. В основных нет, один раз. Всем надлежит умереть, запятая. И реакорнация, как нет, а потом суд. 9.28, послание к евреям. Единожды, Игорь Тилович, умереть единожды написано. Один раз, один. И поворота никакого нету. Притом окончательно и бесповоротно. Вот эта вот как бы безнадежность, она заставляет с большим напрягом работать. Однажды или единою? Однажды. Один раз ты... Всем нам единою лежит, умрете, потом же суд. Как это по словам? Ну какая вам разница, переводите. Всякому однажды, умрете, а потом... По-русскому однажды. Всякому однажды, и один, по похожим словам. Поэтому нам нельзя идти, как на неверное, Павел говорит. Но я иду как на верное. Не так, чтобы руками воздух молотить, и после драки их кулаками не машет. Иду как на верное. Ободриться. Не облокачивайте. Не облокачивайте. Станьте. У вас одинаково, один дух сваливает. Не опирайся ни на стенку, нигде. Себя держи. Прямо удобную позу, если диван в следующий раз бери с тобой. С соседней доме можно поспать. Если ты услышал, какое слово, что однажды только умереть, однажды, и не возвратиться. И при том, внезапная смерть, и никто не говорил, когда у меня может даже минуты не быть. Ой-ой-ой. И поэтому вот такая сисюка, они друг другу, вот, говорит. И Павел говорит, у нас ни перед кем не было ласкательства. Зачем? Когда Бог прямо все говорит, прямо, и ждет, говорит. Говорит, червь не умирает, огонь не угасает. Опять только говорит, два стиха пройдет. Червь не умирает, огонь не угасает. Так есть вечное мучение? Червь не умирает, а для кого, если некого мучить? И огонь-то не угасает. А для чего огонь, когда никого там нет? Значит, есть объект мучения. И вот это вот мы должны держать на первом месте. На первом. Спасение на втором. Начало мудрости, страх Господень. Еще не умер Адам, а Бог, смертью умрешь, вкусишь. Смертью, уже замаячила смерть. Уже она его начала томить. Но он забыл об этом, и впустил. Забыл. И все, женщина, пакость какая. Да ладно. Вот надо же, послушался Адаму. Ему он был в это время, когда подковский этот шурик топнул-то. Зачем? Вот так вот. Даже виду не дал, как будто все так и надо. И она уже знала, что он ее послушается. Тоже подкаблучник. Ведь мог же отойти от нее и сказать, я тебе как сейчас дам по морде с этим плодом-то. И все. И помню, что она одна куда нету. История пошла бы другим путем. Каким мы не знаем. А тут, видишь, содружество такое. И было бы ночь. Ночь она нашептала ему. Ночи никакой не было. И вот когда задумаешься. Ох и глупо. Помните этот рассказ Пахома-то? Со Степанида и Пахом-то? Они вот так судили. Адам, да что ты наделал домой бы? Да никогда бы. А барин прослушал их. И призвал. Вы говорили на Адама так. Ну да. Так, сегодняшний день вам работать не надо будет. Ну как? Я хозяин, я помещик. Вот отдельная комната. И там зайдет. Там постель послана. Ешьте, что хотите. Но на столе. А одно блюдо стоит, которое нельзя ни смотреть, ни трогать. Согласны. День живут, два. Спать, выспались. Но никуда не выходить. И она потихоньку начала уже давать крошечку. Никто не узнает. Маленька, на пальчик только возьму. Да не надо. Ну сказали. Ну что, нам плохо здесь что-то? Ну маленько-то. Она только приподняла оттуда мышка. Ай! Ну баба-то, они боятся мышки. Ну и загремела тарелка-то сверху-то накрывала. Встала на дверь, открылась хозяин. Вы тут не трогали? А кого не трогали-то? Она сама упала, мы ее не трогали. Мыхи-то нету. Вообще игру. Это мышь виновата. Ну и все. Завтра пошли на работу с утра пораньше. Трудодель зарабатывали. Кого судишь-то? А ты себя прекрати. Не исследуй. Мужа не исследуй. И чего? Знаешь свое дело? Каждый сверчок знает свой шесток. И вот начинает пилить его, где был, что был, где пил, где ел. И каждый день на костюме волосинки ищет. Три дня не может найти. И от этого, зараза, видать, лысую полюбил. Придумывала. Все это, оно в таком виде преподается, что мы думали. Никак. Жена доучится в молчании. Женить учить не позволяет. Ну вот это, возьми только. И тучила же ты. Рай-то. Да это Игнатий Тихонович. Вы ведь прямо попали-то в цель. А вы мне скажите, пожалуйста. Валентина Дмитриевна Хартисовна. Она занятца вышла, туда уехала. В Зоннеберге живет. Я говорю, ты, наверное, умничала. Всегда. Мне всегда казалось, что я умнее его. Она что, лучше гиппетит? Ну еще подровнялась, оставила его с убитишками, ушел другой. Хуже. Я говорю, ну не права, ну неужели же права? А я теперь верующая, она видит, не права на 100% была. Ну я, говорит, его учила на каждом шагу. И упрекала, конечно. А когда, если не учить нельзя? Нельзя ничего. Если он ничего не может, то как быть? О, пошло дело. Вот это промахнули. Это молитва. Вот иногда спрашивают. Она пьет у меня, как жена пьет. А моя рука ее бьет. Сергей. Что делать-то с ней-то? Только выйдет жена, только убежу, навеселе пришла. А Фива любит пить-то. Вот и он так же любил пить. Вот и, ну, говорит, да ты, ну иди, вот вышел ты из проходной. Ну иди ты домой. Да дорогой ты мой сладкий, я же тебя люблю. Ну иди ты ради Бога домой, к ребятишечкам да ко мне. Нет, ну, накрытый рынок. Ну что ты будешь делать? Ну как? И каждый, ну, а как? Ты грех на душу мотала. Господи, прости меня грешник. Прости меня грешник. Ну и я, говорит, не вытерплю, побью иногда ее. Не бей. Люблю эту Райку и все. Люблю, говорил, люблю. Я тебя люблю. Районя, я тебя люблю. Ты же сама как-то говорила, меня не называйте Раисой Николаевной, а зовите Райкой. Говорила? Ну, говорила это уже. Это давно было и неправда. Надо все-таки понять, что спасение в Боге и спасение... Она давно сказала, вообще мне квартиру перепишет. Так, что теперь уже? Я на то, что говорит так. И вот он ее бьет из комнаты, слышит, а такой вопль, как будто зверь терзает свою добычу. Это палочка пришла. А живут как голуби. То один в порточку вылетает, то второй. Нет, мы никогда не трогаем. Я только когда он протрезится, когда он такой, это, я говорю, Мальчик, миленький, ты мой. Я же, как я тебя люблю. Ну, не пей ты, пожалуйста. Ну, не вышел ты из проходной. Ну, иди ты домой, иди. Я тебя прошу. Я билопьяну. Хорошо. Ты учительница. Тебе Бог дал право учить. Учите молодых, запятая, любить своих мужей. Так? Да. А вы, старецы, учите любить. И скажи, не люби его, как я любил, а люби, как Бог повелел. Ни одного слова. Учить жене Павел не позволяет. И не властвовать над Богом. Но быть безмолвен. Я не учил. Златоуз говорит, вышла замуж, превратись в камень. Но бил его пьяным. Такой я свободу. Но со свободой оставайтесь, никого не будет. Со всех сторон свободы. И ночью, и днем холодная постель. А вот я часто от вас слышу Крейцерова соната Льва Толстого. Вы как будто в пример ее приводите. Но я прочитала Льва Толстого, Крейцерова соната. Это очень негативный пример. Вот я, например, не знаю, не дай Бог так жить молодым, которые у нас сидят здесь. А вы посоветуете, что вот даже молодым можно почитать из христианской литературы, в Библии, как нужно жить. Вот учить молодых. Я хочу сказать, лучшего произведения в классической литературе по отношению мужа и жены не найти. От обратного. От обратного. Вот это как-то мне профессор Семкин говорит. Вот вам дают они антирекламу на меня. Но он говорит, антиреклама это всегда очень сильная реклама. Дворкин на меня напал. А утром я смотрю на форум, я не узнал. В 20 раз больше посетителей пришло. В 20 раз. За то, что он на меня напал, всех заинтересовало. А толком ничего никто сказать не может. Они шлюзы целые открыли. Люди хлынули, но теперь не можешь их удержать даже. Ты это услышала? Возьми. Там он говорит как раз, для чего нужно было жениться. Как себя вести. Там много-много положительного. Ну и начинает так-то говорить. Род человеческий прекратится. Он за безбрачную жизнь. А он говорит, а для чего ему роду-то продолжать это-то этого? Главный герой говорит, для чего. Это даже в фильме, есть фильмы, фильмы это... Янковский играет там. Олег Янковский играет. Катитально очень. Всенародная, как это, любимец. Но когда он там описывает это дело, единственный брак, говорит, где нет, по-настоящему, только у христиан. Как это нет? Он об этом и говорит. А если этого нету, ну все остальное вот здесь. Я жил, говорит, хуже всякой свиньи. Сколько женщин было. Но жениться на какой, никак не мог подобрать самую хорошую. И наконец увидел все. Все у нее. И на шлюпке на заду, и все у нее на месте было. А теперь, а теперь вот так-то. Теперь ревность задушила его. Она успела только крикнуть, ничего не было. И он в это время гонзает у нее кинжал. Есть о чем подумать. Там много размышлений, которые ни у кого не были. И начинается, из чего едут в поезде, и рассуждают. Лев-то толстой-то, а совсем старик, с ума сходим. Пишут, что не надо жениться. Так тогда бы рот человеческий прекратился. Он сразу вопрос, а для чего ему продолжать это? Рот человеческий нужен только для одного, чтобы достигнуть совершенства во Христе. А если это поколение достигло, дальше смысла-то нет никакого. Но как один не достиг кровь, теперь бабка. Она, бабка-то, когда-то была, она детей-то не воспитала. А теперь под старость, она уже пенсию получает мизерную. И думает, как воспитать правильно. И внуков она теперь ешь больше, спи дольше. У нее главный лозунг. Она больше ничего не знает. Вот она кивает головой. Ешь больше, спи дольше. Что она могла научить? И она думает, я ее только упустила, деток своих. А вот уж теперь я вложу все. А вкладывает ей нечего. Если бы она была верующей, она бы вложила. Она бы стала, написала, жена боится мужа, протисания. Она не знает ничего. Она его ласкает, он думает, бабка, ты скорее бы тогда дала мне пенсию, да я уйду. У него больше ничего нету. Она посещает ее в день пенсии. Когда получает. Вот это все она бы показывает. Ты один раз просчитала ее, а я ее много раз просчитал. Ты что, с карандашом в зубах. Тяжелое произведение. Тяжелое. Лучшего произведения в отношении, взаимоотношении, я просто не знаю в мировой литературе. С такими рассуждениями. Есть фильмы, его можно посмотреть, но рассуждений там этих далеко нету. Надо читать. Помаленьку, вот можем взять и начать читать. Я каждое предложение буду... Трагедия, трагедия. Что интересно, у священников, тут самая ненавистная книга, наверное. Просто зубами скрижищут. Священники. Почему? А он их показывает, что они делают. Сколько раз они ввещают и проще. Если они ненавидят, надо узнать, а почему? Что он не так сделал? Вот наш архиерея, я его своим называю, архиерея Сергия Иванникова, когда с нашим тут встретился, с митрополитом, он говорит, Игнатия называют там сектантом, то другое. А почему? Потому что завидуют. А почему завидуют? Потому что ничего этого сделать не могут. И весь ответ. Другого не надо искать. Вот они на меня нападали 10 лет назад. И они стоят там на месте. У них ничего нет. К нам пришел на занятие профессор Семкин. И он в руках вот здесь вот есть фотография головы. И он держит вот этот том. Он только-только вышел. Вот я понимаю, вот этого не было, а вот теперь вышла книга. Человек занимается лагерем, учит детей. Поднял книгу в техническом университете про лектор по учебной части. И он говорит, почему они ничего не делают? Они не могут? Мы можем показать. По любой отрасли. Детей у нас поселили. Пожалуйста, детские лагеря образуйте, без помощи государства. Я свечки не подаю, чтобы деньги добыть. И ни разу не ходил просить денег нигде. Мне говорят сегодня. Вы самый базатый человек. В некотором смысле, да. Ничего не имею. Павел говорит, всем обладаю. Имею. Я еду в Пой, на миссионерской поездке были. СМС получил. Священник один пишет. Я, когда хожу до этих слов, мы неизвестно, но нас узнают. Я, говорит, ничего не могу придумать. Мне сразу, я воздумаю, я воздумаю. Это не мои слова. Почему? Слишком зримо это. Ничего не имеем буквально. И обладаем с ним. Я вот сейчас дома, когда бываю, вот сегодня Николай говорил, как думай, что с нами было, дорогой. И мы живые вернулись. Это вообще вообразить нельзя. Тебя на один день отпусти куда-то самостоятельно. А ты где, Владимир Восток? А теперь обратно на советской машине. На загранице, до Турции с той стороны. Переплывать в моря. И идти через Францию, Испанию, Португалию. От Атлантического до Тихого. И везде искать связи с людьми, выступать, говорить и дарить, и дарить, и дарить. Этого не было никогда. И думаю, что вряд ли будет. И поэтому они, ясно дело, а вы себе говорите, ну, если меня здесь нет, то этого действия нет. Мы говорим, все это благодать Божия. Благодать, благодать. Человеку это невозможно сделать. Это нельзя сделать. Игнат Ильич, хотел сказать, вот, как раз о вас хотел сказать, ну, и о нас тоже. Вот у нас в геологии о золото-рассыпях, ну, есть такая теория даже, ну, как закон, что вот материнская плата есть, где-то наверху в горах, это огромный кусок золота. Ну, там, десятки тонн. И вот, чем меньше расстояние, которое смывает это золото, тем жило богаче. И тогда, когда уже это все переходит в долину, там дальше распыляется, и там все меньше, меньше и меньше золота. Так вот, чем... Вот вспомним любое течение. Вот возьмем христианское течение. Сколько мучеников было в начале самом. И вот сейчас, вот здесь вот, то, что получается у вас, как штаб-квартиры, выбрав Барнаул, это как начало течения. И поэтому вот столько всего много. Я считаю, что вот это первые, ну, золотые самородки, вот книги. И они дальше будут расходиться. Ну, я, конечно, и не упускаю из виду, что и каждый человек может быть таким же первым у нас. Но Игнат Тихонович пока первый. И вот такое богатство, оно здесь как бы в одном источнике. Но надо, чтобы все это расходилось все дальше и дальше. Для этого, конечно, нужны последователи. И вот оно, это течение начинается. Что там говорить? Уже и Москва, там и Америка, я смотрю, в интернете. Я думаю, к этому имею ко всему отношение. Я размышляю, дома бывает сейчас, в интернете. Нет, как будто совершенно другая жизнь моя. Я просто откуда-то наблюдал, видел и все. За 9 лет 41 тонн книги. Вот когда цифровали, я рассказываю, как Николай сделал, когда этот молитакон. А вот тут у меня она переписывает, а мне надо ходить. Я хожу. Один день на 14 часов непрерывно мотался, переставлял. На следующий день 16 часов. На следующий день 18. На следующий день 20. На следующий 22. И в последний день 24 часа не ложился, мотался. Уснул. Вчера перед компьютером, под компьютером, чтобы руки не запачкать. И так у меня бумага лежит под клавиатуру. И она сапога у нас порвалась. Я, ребята, говорю, скажите со мной, Никита, Василий, Володя. Скажи, а чего она порвалась? Кто еще сказал? Никита, ты еще сказал? Я ничего не сказал. Я кошка сказал. Кто-то говорил? Я сказал, кошка порвала. Кошка порвала. А я говорю, я вчера слушал вот так вот, стоял вот что-то. И в это время я уснул. И первый раз упал. Никогда не падал. Видимо, уже есть. Я когда упал, и вот так, и упал не мимо, а прямо упал на это вот, на заклаваторство. И головой маленько до экрана не достал. Я бы разбил его. И понял, что нет, надо отойти. Тогда выключил все, пойду в церковь досыпать. Понимаешь, нет? Вот я тебе рассказываю 14, 16, 18 и 24 часа. Ровно 24 часа. На повороте остановлюсь, и вот так вот стою. Сплю. Ну, православный, может, привык. Так, где я нахожусь? Питает, ага. Ага, перепит. Теперь в другую комнату перехожу, мимо аппаратуры. Опять поворачивался, в итоге я опять заснул. Вот секунду, полностью заснул. И все было сделано. И выставлено в интернет. Вот когда там вопросы-ответы, и все говорили, надо классифицировать. В каждой книге, как они поступали, в университетах мне вопросы. В таком виде идут. Ну, надо отдельно о том и другом. Как? Сколько папок сделать? Сколько названий? И вылилось это 55 папок, параметров. И тогда мне пришлось снова 43 тома по 759 страницам заново все проходить. И все вопросы распределить по папкам. Сейчас когляну назад. Ой, это невероятно. И все это стоит в интернете. Я брал готовый, из своих книг чужого у меня ничего нет. А как это? Понятия не имею. Я только молился и молился. Господи, дай им выдержать до конца. А когда сделал, вздохнул, и нужды нет никакой. Конечно, кто слышит, они от яросты. Потому что у них ничего этого нет. И они вокруг моей колокольни бегают, лают и мочатся на нем. И больше ничего нет. Ну, а колокольня моя. Все, Сергей. Павел говорит, печать моего апостольства, мы в Господе. И все. Они могут показать мне. Тут заходят фотографии нету, фамилии нету, отчества нет, анкеты нету. Ничего нету, демоны. Заходят матерками такими вчера. Только открыл сразу. Одни матерки прямо на разные, на разные. Любой ролик, какой бы ни был, они его обматеривают. Ваши ролики. Это награда. Они никакой роли не играют для меня. Я вижу, они не знают, почему. Господи, имени им во грех этого бездумия. Но их травят. Это часто причащается, часто исповедуется. Это почти наверняка. И они защищают православие. Один выступает дьяко в Новосибирске. Этот лицо показал. Другой там из стуны где-то. Ему наше спасение дорого? Нет, конечно. Он о своей душе не заботится. А вот не так что-то где-то. Ну, даже не так. Ты успокойся. Успокойся. Я почему-то к тебе не лезу. И лезут на мои ресурсы. Я ни на один ресурс не иду, чтобы сказать, плохо. Зачем? Вот недавно было. Выступал тут один священник. И говорил о фатимской. Португальской это чудо. И он, видно, не знает. И да, ему материал выставил. Как это есть на самом деле. Это не божественное. Дьявольское происки. И материал. Материал настоящий. И свои книги, которые к истину православия. Фатимская трагедия называется. Или надежда. Понимаешь? Вот каждому отпущено свое. Тебя не будут никто ругать. А зачем тебя ругать? Тебя на работе начальник будет долбить. За покойника. И с тебя покойника сделают. Так? Ну вот. А меня за другой. Это мой крест. Но мой крест для радости намного выше того, что поношение. Поношение пришло и ушло. А друзья заходят и заходят. Сережа. Заворачивай. В следующее воскресенье. Будем уже по скайпу будет. Дедушка, рядышко. Дедушка, рядышко. И матерь Бога нашего, честнейшую Херувин. И славнейшую без сомнения Серафим. Без искрения Бога слова родшую. Сущую Богородицу Тя величает. Господи Божий наш, любящий Отец Небесный. Мы предстали перед Твоим величием, чтобы выразить благодарность Тебе и Твое долготерпение. Ты терпел нас эту неделю. Благослови нас на будущее, чтобы исправленные прославляли Твое святое имя. Мы так в этом нуждаемся. Проли этот мир драгоценный для нас. Посети воюющую Сирию. Утешь тамошних детей. И правителей умудри. И сохрани их от покушения на них. Даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве. В чем мы погрешили на занятиях? Прости нас, Владыка, и распусти с миром. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец наш Небесный, прими наши молитвы и воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухание, и приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящимися Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, молитву всех молящихся о нас, во благо нам и исполни их. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Во славу Божию.